здравствуйте друзья доброе утро давненько мы ждали чего-нибудь из новостей из относящегося к миграции знаете вот но наконец дождались хотя долго не было дождались немножечко так дождались сегодня точнее вчера случилось сегодня обсуждается вчера президент трамп выступал в штате айова по моему дел было да и там но среди своих выступал то есть там ну чтобы поддержка была потому что так ему не среди своих он не любит среди своих выступал они там радостно поддерживали естественно и тут был один момент относящийся к миграции так или иначе там была просто овация так они встали была такая овация стоя значит что он сказал он сказал что сейчас возьмет и примет закон о том чтобы ограничить доступ новым иммигрантам к вэлферу на пять лет вот пока пять лет стране не прожил значит доступа к вэлферу нету нефиг нефига вот сюда стаскивать людей которые значит на наши пособия собираются и народ настолько был в восторге знаете вот и слова вэлфер это для них как красная тряпка и слова иммигрант это для них как красная тряпка тут сразу две красные тряпки естественно народ взбычился вскочил кричал ура вот чего не знал народ это то что в девяносто шестом году президент во времена президента клинтона был такой закон уже принят именно на пять лет и именно к вэлферу и чтобы значит вот новым мигрантам доступа не было то есть этот закон уже больше двадцати лет существует тут есть я почитал чего пишет на эту тему пишут что наверное трамп тоже не знал но тут есть тонкость одна которая у меня вызывает сомнение вот какое значит дело в том что он может быть и не знал то есть конечно гораздо естественнее предположить что чего ты не знал чем чего он чего-то знал это правда но он читал стиле промптера то есть он не говорил своими словами что в принципе естественно для начальника большого он читал по бумажке ну в данном случае бумажка электронная и вот я не могу поверить что люди которые пишут ему эти вот речи что они не знали они наверное знали то есть я как бы уверен что они знали другое дело что то что он говорит не рассчитано на широкую аудиторию это в принципе не рассчитано на то чтобы привлечь на свою сторону какие-то вот силы стране там демократов не дай бог там или там независимых даже это делается для удержания тех которые есть поэтому с теми которые есть церемониться там можно и не церемониться но так вот как и как действует им говорят во блин сейчас закон примем и они прям не знаю все поэтому да но если по серьезным к этому делу подходить то тут есть некоторые тонкости дело в том что когда во времена клинтона принимался этот закон там были некоторые исключения ну естественно значит первым исключением являются беженцы вот представьте себе берем мы народ ну неважно откуда будет ли это сирия или будет это босния или будет это я не знаю там в гватемала значит мы берем людей которые не говорят по-английски там большая семья скорее всего там детей много вот и профессии такой американской и опыта у них нет ну понятно что этим людям нужно какое-то время на адаптацию поэтому беженцы в это дело не включались то есть как бы особая категория мигрант то есть их спасают а не то чтобы они рвутся на наши бенефит хорошо другая категория там была это люди с грин картой вот допустим вы выиграли грин карту в лотерею и вы приехали вот значит и на следующую неделю пошли встали на волчин конечно с точки зрения того что вы обещали этого не делать в общем то но дальше оно так уже получилось например вот и как бы к вам нет претензий но в том смысле что вас нельзя за это депортировать хотя на самом деле вот за то что вы там к вам обманули там и так далее встали на волосы вас можно потом не пустить вот если вы взяли уехали там потом хотите вернуться довольно много народа обратно в страну не впустили это было не знаю как сейчас с этим дело обстоит к этому закону и во времена администрации буша и во времена администрации обамы какие-то там послабления вводились поэтому сказать уже там очень точно я конечно не могу так сходу какие именно были послабления но все-таки значит если у человека есть грин карта он может стать на вэлфер я не возьмусь утверждать наверняка насколько я помню если человек получил статус политическое убежище получилось будучи стране он приехал там находилась какое-то время нелегально подавали политическое убежище получил сначала разрешение на работу и получив разрешение на работу он еще не имеет возможности пойти на волка но уже получив статус политического беженца насколько я понимаю он уже может но но еще раз не берусь точно утверждать но дело даже не в этом значит если человек получил статус то через год у него же есть green card если он приехал как беженец и даже если мы скажем беженцам все равно пять лет мы их на велфер не ставим пусть голоду умирают хорошо но через год то у него все равно уже есть статус грин карты если он приехал по беженской визе у него через год есть green card ну точнее через год он может подать на нее и там еще пару месяцев ему ее выдадут поэтому значит что в практическом плане можно было бы сделать в добавление к тому что сделал клинтон да мы сейчас обсуждаем не сиюминутный такой буфонадный бенефит вот в глазах конкретно вот этой категории людей которые не в курсе но реально вода вот как люди которые здраво пытаются понять что там может из этого получиться значит получается такая история мы все равно принимаем беженцев мы может не хотим особо принимать из сирии там допустим это но есть много других стран из которых беженцев мы не можем не принимать беженцы приезжать более того забыли про беженцев у нас в стране на круг 2 миллиона легальных иммигрантов в год в год в первую очередь это браки да значит американцев сыграть на иностранных государств уже начнем с этого у нас есть там по рабочим визам там худо-бедно тоже там сколько их не знаю там десятки тысяч того и так она потихонечку набегает и вот к чему я говорю что вот эти-то 2 миллиона каждый год за пять лет это 10 миллионов вот эти 10 миллионов они все имеют право потому что они вот они легальные они там с грин-картами или там по беженской программе на они-то все имеют хорошо что можно сделать ну хорошо допустим давайте мы у беженцев заберем это вот вот эти пособия у беженцев но этого ну тогда давайте не принимать беженцев совсем ну а это невозможно фактически поскольку есть международное обязательство страны то убежаться поднять нельзя хорошо что остается тогда кто остается лотерейщики но они они жители страны вот писать и приезжает человек там семья там он она там и двое детей вот они приехали какие-то деньги у них были они не обманывали у них были деньги они тыры-пыры значит проходит там не знаю полгода проходит год даже вот проходит даже год они как-то там три копейки подрабатывали сбережения свои которые были допустим были они не обманывали них были деньги с собой там было 30 тысяч долларов вот жуткая сумма они эти деньги но потратили потихоньку в бизнес может быть он вложил из лучших чувств вложил в бизнес мозгов то нет вложил бизнес денег нет бизнеса нет ничего нет мозгов никогда не было вот раз значит что получается таким учебы детям теперь голодать что ли детям ему тоже что на улицу идти побираться или там с ножом что делать поэтому лишить но если еще не гражданина то уже все-таки абсолютно легального легитимного человека доступа к этим бенефитам и там же не всем дают это же смотрят чтобы у него там дохода не было и так далее чтобы ему чтобы квалификацию должен какой-то он иметь чтобы получить есть опубликованный в 2015 году документ какой-то там вот какая там есть организация будем считать что авторитетно она делала такое исследование и там было сказано что 51 процент семей во главе которой стоит иммигрант 51 процент этих семей получает в той или иной форме какую-то вот public assistance это не обязательно белтер в той или иной форм может быть футстемпы там что-то получает может быть медицину там детей 51 процент в то время как если мы посмотрим на семьи где американцы по главе семьи рожденные в америке люди там на 30 только процентов 30 процентов что тоже немало между нами говоря но все-таки иммигранты это определенная специфика нам не уточняют какие-то иммигранты если они вот допустим беженцы так и у них там 10 человек детей и во главе там мама которая вместе с ними там но ну хорошо они уже грит они уже и граждане даже и там прошло 10 лет а что изменилось они еще детей нарожали они так и не выучили английский они никогда ни одного дня не работали они занимались этими детьми там ну конечно ну да ну ну да они не криминальные не дай бог нет они хорошие дети растут учатся работают потом все путем поэтому как бы вот мулька есть такая которую отрабатывают республиканцы сегодня эта мулька состоит в том что вот иммигранты они как бы особенно значит охотятся за нашим был фирм они специально прутся в нашу страну чтобы на вэлфер сесть но последние 20 лет 96 года если человек во первых им не положено во вторых если он нелегитимно пытается получить или там скажем так получил получил эти бенефиты это депортация сразу на депортацию тоже без судей поэтому что тут сказать законодательный это вопрос решенный что к нему можно добавить я не знаю вопрос то может быть насколько это как всякое законодательное насколько она в жизни реализуется то же самое у нас вот скажем с нелегальной иммиграции все законы есть нам новых не надо но просто они в жизни не не применяются нет 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 то что называется инфорсмент нет нет даже не за как по-русски правильно вы мне подскажете вот и такая вот интересная история еще маленькая новостишка по-моему даже сегодня уже а они вчера значит подписан президентский указ о том что ведь я приготовил для тех кто до конца досмотрит о том что отменяется фишечка которая обама свое время приделал состоящая в том что если человек обращается за не иммиграционные визы ну скажем туристические там по бизнесу вот то согласно об обама вской правке значит 80 процентов обращений за не иммиграционной визой 80 процентов должны быть отработаны в течение трех недель вот эту штучку убрали то есть грубо говоря сколь угодно долго могут тебе визу не рассматривать твое обращение за визой в сша не иммиграционной и как бы это вот нормально пишут что это является некоторым ответом на на то что блокируется но вот эти президентские там а президентские намерения заблокировать въезд из шести мусульманских стран вот это его так называемый travel ban и они другим вот не мытьем так ката ним значит они если нельзя совсем запретить то можно там неограниченно долго рассматривать вот пишут что вот это имелось в виду но я не знаю я просто рассказываю что в какой бы стране вы не жили вот это с вами тоже может произойти то есть во всяком случае чисто юридических да вот она как бы отменено а чисто практически мы посмотрим как они будут это применять вот такие у нас сегодня иммиграционные новости счастливо